Здравствуйте! В эфире информационная программа День о событиях в Уральском федеральном округе в студии Татьяна Звержанская. И вот главные темы выпуска. Гигантские очереди. Новая система покупки билетов создала неразбериху на автовокзале в Екатеринбурге. В преддверии холодов жителям частных домов в Тюмени напомнили, как безопасно топить печи. За кого голосовал и кто кого предал. Полпред Игорь Халманских прокомментировал итоги выборов. Забытая деревня. Жители пригорода Челябинска жалуются на плохие дороги, отсутствие автобусов и магазинов. По крупицам истории в Селехарде после реставрации открылась единственная на Ямале купеческая усадьба. На южном автовокзале Екатеринбурга из-за сбоя программы пассажиры часами стоят в очередях и не могут купить билеты. Неразбериха продолжается уже несколько дней, говорят пассажиры. Автобусы уходят в рейсы полупустыми. Ситуацией разбирался Роман Марьяненко. В небольшом зале ожидания очень душно. Чтобы купить заветный билет на автобус, люди стоят часами. Нефтяник Александр из Ханты-Мансийска прилетел, чтобы навестить могилу матери в Верхней Салде. Задержка на автовокзале разрушила все планы мужчины. Похоже, поездку ему придется отменить, чтобы не опоздать на обратный рейс. Вот я сейчас влип. Сейчас у меня жена стоит в очереди, прикупит билет где-то на 6 с лишним. Я к часу ночи там приеду. И кому я там нужен среди ночи? Билет назад я не куплю, на кладбище я не схожу. А для чего я летел? Длинные очереди на южном автовокзале выросли из-за технического сбоя. Накануне у кассиров вышла из строя электронная система, с помощью которой они продавали билеты. Компьютерную программу срочно заменили новой версией, но работать в ней так же быстро, как в старой, не получилось. В дирекции объясняют, кассирам пришлось вручную вбивать персональные данные льготников. У нас много не мало их проходит через автовокзал южный, порядка 30-40% всего пассажиропотока. И на сегодняшний день новая программа работает, но приходится немножко больше времени тратить. В результате многие просто не смогли попасть на свой автобус. По рассказам пассажиров, которых здесь ежедневно проходит от 15 до 18 тысяч человек, некоторые автобусы от автовокзала уходили полупустыми. Ситуацию не исправило даже максимальное число работающих касс. Я написала жалобу администратору, а администратор вообще никак не отреагировал. Непонятно, для чего этот администратор сидит. Но я думаю, проблему лишить в любом случае было можно. Выдавать билеты просто около автобусов. Как долго кассиры будут разбираться с новой версией программы, на автовокзале пока не загадывают. Обещают, что эта работа будет вестись в ускоренном режиме. Свердловчанам же на это время придется смириться с крайне медленным обслуживанием. Потерянного времени и нервов людям уже никто не возместит. Ближе к вечеру в дирекции автовокзала заверили. Якобы договорились с автоперевозчиками продавать билеты прямо в автобусах. К слову, переход на обновленное программное обеспечение на Южном автовокзале планировали с 1 октября. И даже обучали персонал новой программе. Но досадная поломка привела к фурс-мажору. Роман Варьяненко, Юрий Чернышев. Информационная программа «День» Екатеринбург. В Екатеринбурге задержали еще четырех участников стрельбы в цыганском поселке. Об этом сегодня сообщает Следственный комитет. В ближайшее время следители Следственного комитета будут рассматривать вопрос о предъявлении им обвинения и избрании соответствующей меры пресечения. По уголовному делу производство необходимых следственных действий продолжается. Допрашиваются свидетели. Назначен и проводится комплекс экспертиз. Тщательно проверяются все версии, в том числе озвученные допрошенными лицами, участниками происшествия. Мужчины были задержаны накануне вечером. Они подозреваются в участии в массовых беспорядках. Напомню, перестрелка на улице Депутатской произошла вечером 3 сентября. Двое мужчин погибли, еще семеро получили ранения. Владелец дома, к которому подъехали машины с вооруженными людьми, спецназовец Олег Шишов и его друзья Александр Алексей Дутовы, добровольно явились в полицию и сейчас находятся под подпиской о невыезде. Со стороны нападавших арестованы трое. Вносит четверга на пятницу. Центральная избирательная комиссия подвела официальные итоги выборов. Окончательные цифры от предварительных мало чем отличаются. Главный итог выборы 18 сентября признаны легитимными и прошли без серьезных нарушений. В том числе в Уральском федеральном округе об этом уже заявил полпредпрезидент Игорь Халманских. Правда, по словам Игоря Халманских, без предательства не обошлось. Сюжет Анастасии Гороховой. Игорь Халманских решил провести встречу с журналистами именно в тот день, когда в подведении итогов голосования поставлена точка. Единая Россия одержала безоговорочную победу во всех регионах Уральского федерального округа. Победили и те кандидаты, которые избирались при поддержке движения в защиту человека труда. Причем география не ограничивалась рамками Уральского федерального округа. Свои люди на выборах у движения были даже в Северной Осетии. Были более яркие кампании, менее яркие кампании. Но тем не менее, мы сейчас можем говорить о том, что у нас в Государственной Думе есть 8 человек, которые поддержаны нашим движением в защиту человека труда. Таким представительством в Думе не каждая политическая партия похвастается. А у нас они есть. Игорь Халманских признается, особенно следил за ситуацией в 171-м одномандатном избирательном округе. Там в выборах участвовал Алексей Былыбердин, член правкома ОВЗ и движения в защиту человека труда. Он выдвигался от партии «Единая Россия», шел на выборы впервые. Среди конкурентов у Былыбердина оказался Александр Бурков, член партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы с большим политическим опытом. Он хорошо известен жителям Екатеринбурга и даже избирался на должность главы города. Но почему-то в этот раз решил пойти от Нижнего Тагила. Зная его как человека прагматичного, просто так бы он из Екатеринбурга не ушел. Значит, ему была обещана помощь и поддержка, и был указан именно Нижний Тагильский избирательный округ. В процессе выборов мы видели эту поддержку, которую ему оказывали. И могу говорить вполне откровенно, как лидер движения в защиту человека труда, что это было некое предательство. Алексей Былыбердин в итоге все равно победил. А то, что «Справедливая Россия» показала худший результат по сравнению с прошлыми выборами, и не только в Свердловской области, а, например, и в Челябинской, виноват неизбиратель. Мы будем делать вот это, мы будем делать это, мы будем делать следующее. Почему не сделали? Не дали. Проголосуйте за меня, я буду делать это, я буду делать следующее, третье, четвертое. Почему не сделали? Не дали. И вот то же самое, ничего не поменялось. Понимаете, избиратели, я так понимаю, устали уже вот это слушать. Игорь Халманских раскритиковал сегодня и так называемых политических перебежчиков, когда накануне выборов кандидаты меняют политическую принадлежность. Сегодня ты в КПРФ и критикуешь власть, а завтра ты уже член Единой России, к власти лоялен. Такой кандидат был в Свердловском округе. КПСС вроде бы тоталитарная партия, однопартийная система, но тем не менее человек, прежде чем стать членом партии, год ходил в кандидатах. Журналисты сегодня спрашивали, за кого голосовал сам Игорь Халманских. Но полпредпрезидента, лидер движения в защиту человека труда, ни названия партии, ни фамилии кандидатов озвучивать не стал. Сказал лишь, что отдал свой голос за стабильность и за курс президента, как и большинство избирателей. Анастасия Горохова, Вадим Шолохов, информационная программа «Одень», Екатеринбург. Югра станет пилотной площадкой по внедрению проекта по переходу на госрегулирование тарифов по транспортировке газа. Сейчас оптовая цена на газ включает в себя в том числе и стоимость транспортировки этого газа. Но если оставить государственное регулирование только в транспортной составляющей, цена кубометра будет определяться законами рынка. И тут уже возможна конкуренция, а значит и снижение цены. Полный отказ от госрегулирования оптовых цен на газ произойдет в 2018 году. Важный момент. Конечные тарифы для потребителей, прежде всего для простых граждан, по-прежнему останутся под контролем государства. Гражданин получает по сути дела функцию одного окна, когда приходит, изъявляет желание, а все остальное делают за него профессионалы и в кратчайшие сроки и с минимальной стоимостью. Уже сейчас в рамках биржевых торгов, когда происходит реализация газа таким образом, то мы имеем снижение цен от 5 до 10% по сравнению с теми ценами, которые регулируются. Поэтому задача расширять объемы газа, который продается по условиям рыночного ценообразования. В Екатеринбурге активно идет процесс подключения социальных объектов и жилого фонда к теплу. После запуска котельных батареи становятся горячими не сразу и горожан просят набраться терпения. Кому ждать тепла в ближайшие дни, узнавала Юлия Першина. Батареи прогрелись, уже тепло относительно. Температура уже практически 22 градусов, было 21. Находясь дома, Татьяна забывает о бассейне ненастье. Батареи в ее квартире стали теплить еще два дня назад. И сегодня нет необходимости кутаться в теплые кофты. Очень важно, так как погода резко испортилась, дожди, холодно, неуютно. Рады, что уже дали отопление. Впрочем, не всем повезло так, как Татьяне. Сегодня в Екатеринбурге согрелся только каждый 10-й дом. Нет, нет, холодная, ледяная. Совсем холодная. Пенсионерка Диана Константиновна с нетерпением ждет тепла последние несколько дней. Утверждает она, замерзает в собственной квартире. А пол вообще ледяной. Холоднило. Утром из подъела страшно вылазить, чтобы потепление немножко стало. Газ зажгла две горелки. Да мы добрались, сколько можно терпеть такое. Да, и потрачу газ. В управляющей компании, которая обслуживает дом пенсионерки, просят набраться терпения. Тепло будет подано по графику. Основные работы на домах специалисты завершили уже в июле. В частности, была проведена промывка внутридомовых сетей, настройка оборудования и очистка фильтров. На сегодняшний день в районе отопления есть 150 жилых домах. Запуск проходит по этапам. В Свердловской области отопительный сезон стартовал 19 сентября. Сегодня больше половины уральских муниципалитетов прогрелись полностью. В Екатеринбурге процесс разбили на четыре этапа. Многие управляющие компании сознательно медлят с подачей тепла. И пока в этом нет никаких нарушений. Мы понимаем, что в ближайшее время будет потепление, поэтому ряд ТСЖ управляющих компаний не торопится подключать тепло с целью сэкономить средства жителей, которые оплачивают за тепло. Тем не менее, мы видим, что техническая готовность всех объектов 100%. Некоторые территории на особом контроле. Есть проблемы в Дегтярске, Ирбите, Невьянске. А вот в поселке Белоярске, где в прошлом году люди замерзали в своих домах, запуск тепла прошел без происшествий. Согреть Свердловскую область полностью коммунальщики обещают к 1 октября. Юлия Першина, Антон Муханов, информационная программа «День». Екатеринбург. Тем, кто пользуется печным отоплением, предстоит позаботиться о своей безопасности в холодное время года. Напомнить правила жителям Тюменского района вышли сотрудники МЧС. В рейдах принимают участие и социальные работники. Почему, расскажет Наталья Жукова. Идут сейчас дожди, крыша, как говорит, хозяйка бежит. Попадет сюда вода, произойдет короткое замыкание электропроводки. Именно старая проводка чаще всего является причиной пожара в частном секторе, а это почти половина всех возгораний. Гульшат Губайдулина знает, что кабель надо вовремя менять, но средств у многодетной мамы нет. У меня четверо детей, и их надо одевать и в школу собирать. Как бы и обувь, и одежда. Впрочем, стоит помнить, что для ЧП это не аргумент. С начала этого года в Тюменском муниципальном районе произошло 188 пожаров. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем большинство возгораний, это порядка 80%, случилось в жилом секторе. В 2016-м в огне уже погибли 13 человек. Чтобы заставить население задуматься о пожарной безопасности, в гости к жителям частного сектора приходят сотрудники МЧС и соцработники. На этот раз они в поселке Андреевский. Мы осматриваем, получается, электропроводку, печи, электрооборудование. У многих печки находятся в плохом состоянии. Где-то труба дымит или еще что-нибудь там. Когда люди топят, на притопочные листы, как правило, складывают дрова свои. Между делом социальные работники проверяют еще и условия проживания детей в неблагополучных семьях. Население поселка Андреевский составляет 1613 человек. Из них две семьи, получается, неблагополучные. В неблагополучных семьях установлены дымоизвещатели администрации поселка Андреевский. Особое внимание к одиноким пенсионерам. Три года назад такая проверка помогла выявить неисправность работы печи у Халии Каримовой. Оказывается, печку мне неправильно сложили. Дымило, дымоход был неправильный. Говорит, два дымохода как-то соединили. А это мы узнали только когда разобрали. А сейчас все нормально у меня. Операция «Жилье-2016» продлится до 30 октября. Нежданные гости, возможно, успеют предотвратить не один пожар. Наталья Жукова, Роман Щенахов. Специально для информационной программы «День. Тюменский район». Смотрите во второй части выпуска. Забытая деревня. Жители пригорода Челябинска жалуются на плохие дороги, отсутствие автобусов и магазинов. По крупицам истории в Салихарде после реставрации открылась единственная на Ямале купеческая усадьба. Жажда скорости. Екатерин Вожец собрал из Вазовской восьмерки гоночный болид. Вы смотрите информационную программу «День». Мы продолжаем. Жители Челябинской деревни Ухановка жалуются на отсутствие дорог, транспорта, газа и магазинов. Люди неоднократно проводили сходы и митинги, чтобы привлечь внимание чиновников к наболевшим проблемам. Как отвечают на жалобы представители власти, узнавала Ксения Кузнецова. Да вот проще вот так вот. Вообще будет здорово. Леонид Лихачев смахивает густую пыль с отекла своей машины. Сторожила деревню Ухановка, признается. Только утром помыл авто. Через три часа транспорт не узнать. И все это из-за местного производства, уверен мужчина. Здесь дробят камень. Щебенку после разводят по всей области. Местные жители страдают не только от каменной пыли, заверяет Леонид. Но и от бездорожья. Камазы жалуются Челябинец, уничтожили латанные и перелатанные проезды. Без слез не проедешь. Это сейчас. А зимой? Ну, зимой они, конечно, поровнее, как говорится, русский асфальт выпадет. Но если большинство снегопад, то здесь никто ничего не чистит. Это богом и начальством заброшенной деревни. Жители Челябинского пригорода Ухановки называют свою деревню «забытой». Уже который год здесь не ходит общественный транспорт. До ближайшего поселка Новосенеглазовского люди добираются пешком, чтобы попасть на прием к врачу или купить продукты, преодолевают более трех километров. Ведь в самой деревне нет ни одной торговой точки, ни больницы, ни школы. То, что здесь транспорт ходит большой, вот здесь бензин возят, грузовики, щебень возят, конечно, для детей это опасно. Потому что дети с первого класса ходят в Новосенеглазовую школу. И то в прошлом году они начали возить туда и назад, перевозили, а потом нет. Только туда отвозят, а назад нет. Территориально Ухановка относится к советскому району Челябинска. Но в поселке до сих пор нет ни газа, ни водопровода. Жители утверждают, что местные чиновники на все требования парируют деревни неперспективно. Мол, отсюда все равно молодежь уезжает. Оставшимся жителям предлагают обзаводиться благами цивилизации за свой счет. Впрочем, в районном собрании депутатов утверждают, пусть и медленно, но проблему Ухановки стараются решить. Так, например, осенью или весной по дороге проходит грейдер. Вопрос по газификации пока на стадии решения идет поиск финансирования. А с транспортом пока разобраться не удается. Компании, которые осуществляют перевозки в этом районе, они отказываются. В связи с тем, что понятно, что это все коммерческие, да, сейчас вещи это больше. Пока отказ есть, но вот я говорю, мы решили частично вопрос с перевозкой детей и родителей. Здесь мы совместно с администрацией, с министерством образования решали вопрос о выделении автомобиля. А Ухановки возим. Поиски перевозчиков для взрослого населения продолжаются. Кроме того, уточняет депутат, его юристы работают с местным карьером, чтобы добиться снижения количества выбросов пыли. Ксения Кузнецова, Ульяна Зайкова, Павел Чернега и Наталья Головина. Специально для информационной программы «День Челябинск». В Свердловской области за пять лет построят 20 новых ледовых аренд. Сегодня губернаторы и глава УГМК подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития хоккейной инфраструктуры. Согласно документу, Уральская горно-металлургическая компания берет на себя обязательство содержать главный хоккейный клуб Среднего Урала «Автомобилист» в течение пяти лет. Ежегодно в развитие команды холдинг будет вкладывать 350 миллионов рублей. Раньше такие же суммы выделялись из областной казны. Теперь бюджетные деньги пойдут на строительство ледовых арен в муниципалитетах. В год планируют возводить по пять крытых кортов в разных населенных пунктах. На эти цели ежегодно будут тратить те же 350 миллионов рублей. Это существеннейшим образом даст толчок к развитию хоккея. Не только хоккея, а целые селекции, подготовки хоккейных команд. И сегодня могу сказать, что занимается уже более профессионально 15 тысяч человек. И мы рассчитываем на увеличение профессионально занимающихся хоккеем. В конечном итоге должны вырасти настоящие звезды. Чтобы это произошло, нужен лед. Если будет на чем им тренироваться и становиться теми звездами, о которых я сказал, для этого нужно это все создать. И не только лед, это инфраструктура необходимая. В первую очередь специалисты. В Салихарде после реставрации открылась единственная на Ямале купеческая усадьба. Один из немногих уцелевших памятников деревянного зодчества на севере России когда-то принадлежал местному торговцу Осипу Терентьеву. Подробности в сюжете Елены Лысиковой. Давно я здесь сижу, вас поджидаю. Хочу свое богатство показать. Этот забавный персонаж показывает гостям содержимое амбара. Лодки, сети, ловушки для сетра. Говорят, купец Терентьев торговал не только мясом и пушниной, но и рыбой. Амбар единственный из построек комплекса, который сохранился до наших дней. В отличие от самой усадьбы, почти два года кропотливой работы потребовалось, чтобы восстановить ее с самого основания. Говорят, самое сложное было поверить, что это возможно. В черте города Салихарда практически не сохранилось вообще исторических зданий той эпохи. Именно вот сохранить его, это было одним из главных задач, вообще, наверное, стоящей для всего города. Потому что если его не спасти, то весь бы Абдорск ушел бы в небытие. Дух эпохи в этих стенах передан как нельзя лучше. Историки не упустили ни одну деталь. Вся мебель и утварь тщательно отбиралась в антикварных магазинах Урала. Между тем, для украшения облика усадьбы, музей готов принять в дар от ямальцев сохранившиеся предметы старины. Даже если вы не знаете, к какой эпохе он относится, вы приносите. 12 октября у нас будет состояться фондово-закупочная комиссия, которая будет отбирать, какие предметы относятся к этому периоду, а какие нет. Первую экскурсию по дому проводит сам Осип Терентьев. Он показывает гостям рабочий кабинет и сувенирную лавку. Для актера театра «Каморка» Руслана Добриева это особая миссия. Ведь, по его словам, его бабка – дальняя родственница того самого купца и владельца усадьбы. Трепетно, дрожь и не хочется уходить. Вот особенно на кухне сидишь, когда вот этот дух, она… Печку уже топили, пробовали, качали, в ней что-то пытались готовить, она поэтому уже жива и она дышит. Поддерживать печку живой будет специальный человек, владеющий кулинарным мастерством, а главное – умеющий с ней обращаться. Найти его в современном городе оказалось непросто. Зато теперь все желающие смогут пройти мастер-класс по приготовлению блюд комизырян. Помимо этого в усадьбе будут учить и другим нехитрым ремеслам. В отдельной комнате сувениры можно не сделать, а купить. Так что с пустыми руками гости не уйдут. Елена Лысикова, Андрей Науменков, Салихард. Красное сердце-трансформер в виде горных кристаллов. Молодые дизайнеры предложили новый логотип для Екатеринбурга, при том, что у столицы Урала уже есть официальный символ. Авторами идеи стала группа из трех человек. По их мнению, действующий логотип – название города, разбитое на слоги, безлик и нейтрален. Сердце-трансформер же символизирует любовь к родному краю и лучше отражает горно-промышленную историю мегаполиса. Впрочем, бороться с официальным логотипом и предлагать свой проект городским властям дизайнеры пока не планируют. Смыслов, на самом деле, довольно много мы в него вкладываем. Это и любовь к родному городу, это и горная промышленность, это и кристаллы, это, ну, опять же, горные. Екатеринбург – это сердце Урала, а Урал – это сердце России. Лично мое отношение и отношение коллег, которые работали над логотипом, к нашему городу о том, что это город, как бы, труда. Между тем, эти и другие дизайнеры смогут проявить себя в новом конкурсе. Городская администрация начала поиск логотипа к 300-летию Екатеринбургом. Свои наброски могут прислать все желающие, будь то дети или пенсионеры. Логотип можно нарисовать от руки или на компьютеры. Лучший логотип выберут в ноябре, победитель получит 300 тысяч рублей. Символ украсит городские улицы в день 300-летия в 2023 году и, возможно, сменит нынешний официальный логотип мегаполиса. Мы считаем, что логотип, который был выбран, он имеет право на жизнь. Этот логотип можно вписать в городскую среду. Но мы сейчас с вами говорим о праздновании 300-летий, об исторической дате. Возможно, что логотипы будут перекликаться. Возможно, и версия, что тот логотип, который будет создан к 300-летию, будет столь прекрасен, что мы рассмотрим возможность замены одного логотипа другими. Житель Екатеринбурга сделал гоночный болид из обычной вазовской «восьмерки». На таком автомобиле он участвует в заездах на выживание. Анастасия Кондрашова встретилась с конструктором и увидела самодельный болид в действии. Залазаем, все по трубам, садимся. Ну и далее уже все кнопочки, тумблеры тут нажимаем. Все заводится, работает как нужно. Внешне неказистое в салоне крайне аскетично. Для кого-то всего лишь кусок металла. А когда-то это был отечественный автомобиль ВАЗ-2108. После тюнинга от «восьмерки» Родиона Багманова остались пол кузова сиденья до руль. Никаких там лишних датчиков, проводов. Это все было убрано. И как бы сделали, что нужно. Как бы включение, как зажигание, стартер, температура, ну и тахометр. Огненная «восьмерка» не для размеренной езды по городу. Это болид. На нем «Родион» участвует в гонках на выживание, где любители экстрима должны выбивать соперника с трассы. На соревнованиях 18-й номер с надписью «ВИС» – это родной район гонщика в Екатеринбурге – уверенно шел к победе. Правда, на одном из заездов коварно был подбит и вылетел из борьбы. Удар пришелся в заднюю часть, вот он, колесо, вот весь порог. Мята его на меня, весь колесо. И вот в эту часть пришелся мне удар, у меня балка сразу же вылетела. От такого удара и на бок машину поставили. Не смог продолжить гонку, так как машина полностью вообще не едет. Упала и не едет все. После каждой гонки болид требует серьезного ремонта. А «Родион» это не пугает. Вечерами он проводит в гараже. Да и саму «восьмерку» парень сварил своими руками за два года. Трубы покупал в пунктах приема металлолома. Около там 30 тысяч это будет сварка стоит, там твое, только мой материал, ихняя работа получается. Все. Я решил, бюджет что-то не слишком большой, решил сварку купить, болгарку и железо. Купил железо, начал потихоньку выйти, полтора года я собирал вот именно вот весь каркас. По профессии «Родион» водитель. Хобби в работе очень помогает. На гонках он отрабатывает технику вождения и учится не лихачить на дорогах. Все уплескаешь именно на трассе, любой гонщик скажет. В ближайших планах из «Восьмерки» сделать броневик, облицовав железом, чтобы на гонках его болид был невыбиваем. А пока готовится к новым заездам, которые пройдут 1 октября в Челябинске. Анастасия Кондрашова, Юрий Чернышев, информационная программа «День» Екатеринбург. Так сложился этот день в регионах Уральского федерального округа. В студии для вас работала Татьяна Звержанская. Увидимся. Татьяна Звержанская.